Приветствую смотрящих, всем здорова! Сегодня мы с вами поговорим о фонлайне, я поиграл вот чуть больше недели и мое мнение о сервере. Также напомню вам про реферальную ссылочку при регистрации, от которой вы получите разные бонусы, там хирки, рунные, гиперы, полеты, разную другую фигню. Вот, и также напоминаю вам про розыгрыш в нашей телеге на 1000 голды, также есть онлайн-чатик, где очень много разных людей сидит, с речки, с ров, отделится советами, фишками разными и тому подобное, плюс я выкладываю разный контент. Также напоминаю про наш клан, набор 60+, если же вы хотите просто реально в него залететь, вы подписчики, могу принять любого абсолютно уровня. Что по клану, 10 ловый клан холла почти докачали, на ивенты у нас выходит 30-40 человек, через две недели планируем хорошее боевое ГВГ, готовимся в принципе к нему сейчас. Так, ну и наверное это было такое небольшое отступление, да, минутное. Сейчас будем разговаривать про сам непосредственно фонлайн. Кач тут не особо тяжелый, я прокачался за 3 дня до сотого, может даже за два с половиной дня. Кач абсолютно не тяжелую, 300 квестов, у меня сотый уровень, но я качался в два окна, соло уфа бегал. Это что касается кача. Что касается вообще фарма, вот фарма это отдельная история, которой бы я хотел удивить, уделить львиную долю времени, да, ладно, давайте начнем немного сейчас другого. Начнем наверно с того, именно с экономики, с экономики. Мне нравится то, что миражи стоят очень-очень дорого. Их немного на сервере, они стоят очень дорого, небески тоже довольно-таки дорого стоят, и точка, ну бля, ты возвращаешься в 2012 год, даже не потому, что бля, как-то тяжело точится, немного ресурсов. Да, банально, потому что иксы, вот я фармлю иксы, и это вот, блин, ну не сравнить с другими серверами. На других серверах ставишь на кликер, Сина, блядь, бить министра, я не знаю. На макрос тричи автошот ставишь и уходишь. Ставишь сикера, не знаю, приводишь там спичку, трехминутку и хуан линь, в центр заводишь, карусель ебашишь, три босса умирают, как бы, а ты вообще не у компа. Сейчас это абсолютно вообще другая история. Я не могу сидеть и просто, я не знаю, заниматься чем-то другим. Я должен следить за шипами, то есть я нажал тричи, ну как в видосе, да, сейчас на фоне видите, нажал тричи, про автошотил, подождал, нажал тричи, про автошотил, подождал. Нет такого, что я могу поставить макрос и съебаться. Я постоянно должен быть и компам, мониторить все это и следить, нажимать соски, еще разные приколы. То есть это очень интересно, это заставляет меня вернуться в 2012 год, когда все было реально тяжело. Это очень классно, на самом деле я бы вообще еще сильнее усилил. Иксы бы я усилил сильнее, блядь. Лигу я бы усилил сильнее, я не знаю, я бы убрал сундуки, я не знаю, с 89-х знаков, чтобы репутация, блядь, добывала еще тяжелее, я не знаю, хочется хардкора, реально. Х1 кач? Нет, идет нахуй, не знаю. Либо же, если вы делаете хардкор, если вот Х1 ставите, ставьте Х, блядь, 0.5. Нахер этот Х1, Х 0.5 ставьте, чтобы реально было тяжело. Сейчас этим Х1 никого не удивить, ну камон. Потные челы так и так апнутся. Вообще ставьте минимальные рейты, вот реально. Идеальный сервер, самые минимальные рейты. Убрать, я не знаю, там, Саука, вот эти все приколы Саукциона убрать. Добавить сундуки, я не знаю куда. Щиров, может, по ежи, да, по сотой ежи, чтобы твинились только, да, челы, сотой апнут. Честный ХЗ. Одним словом, я вот говорю, хардкор меня заставил вернуться в прошлое. Даже, ну, не благодаря какому-то вот качу и прочему качу, это вообще ни при чем. Вот этот Х2, это наоборот, как бы, да, классно, ты быстро прокачался и идешь фармить. Мне это нравится. Но я также был бы не против от какого-нибудь Х05, чтобы, ну, прям реально по хардкору. Потому что этот сервер реально меня заставил посмотреть на эту игру по-другому. Банально вот с этими Хами я еще раз приведу их пример. Я бы и другие данжи тоже перелопатил. Не знаю, если администрация посмотрит этот видос, перелопатите другие данжи. Сделайте их в ультра раз сильнее. Я бы иксы еще раз делал сильнее, честно вам говорю. Добавил бы какую-нибудь механику, я не знаю, чтобы чел нажимал князя нахуй там. Не нажмешь князя, не нажмешь антистанку, встань и нахуй на 12 секунд стоишь. Вот так вот. Очень классно, не знаю, с этими шапами мне реально понравилось, как фармить. Рез, который ты выбиваешь, реально чего-то стоит. Как бы, блядь, ты такой ебать, я бил этого босса так долго нахуй. И вот твое вознаграждение. В общем, все касается фарма. Мне все очень нравится, по крайней мере, иксов. Нирваны, нирваны, я забыл про нирваны, самое главное. Забыл про нирваны, так как я еще особо не фармлю, но мысли по ней уже есть. Нирваны, пиздец, какая тяжелая. Фармиться довольно-таки тяжело. Уже бы, если была бы обычная нирка, уже бы продавалось очень много восприков, чудиков. Но, но, этого нет. Фармить нирваны очень мало количества людей, и то в несколько человек, там, 2-4 человека. 5, может быть. Резы эти в продаже есть, но очень мало. То есть, банально, когда можно было себе представить, ты собираешь себе нирка-пуху второго грейда, ну, просто запотеяно, через неделю, да, полторы недели. А тут такого нету, нету тут такого. Восприки, блядь, если я покупал восприки по полтора миллиона на Андорре, да, при курсе голда, там, 200к, то тут, блядь, восприки, 5 лямов, 5, вдумайтесь, 5 лямов. Это в 3,5 раза где-то так больше. Короче, сервер очень сильно меня удивил, заставил я реально вернуться в 2012 год. Вот банально, представьте это ощущение, вы берете себе, делаете нирвану. А эти нирваны на сервере, ну, блядь, реально по пальцам, блядь, посчитать можно. Реально, подумайте, вдумайтесь. Это настолько классно то, что, ну, я не знаю, как передать. Банально. Если вы не фармили иксы, не фармили нирвану, не знаю, может быть, это только я, такой чел, которому это все нравится, да. Но, честно, вызывает очень много положительных эмоций сервак. В плане каких-то негативных эмоций, я бы сделал чунпонов круглосуточными, потому что, бля, ну, честно, не хватает у меня времени, банально, там, выйти в 17, ну, в ровные, да, там, в нули, выйти этих чунпонов сделать бывает, забываешь об этом. А чунпонов сделать нужно, это много опыта, это, как бы, хорошие бафщики, калявные. Но я уже два дня, как-то, пропустил даже три, вот. Было бы заебись их сделать круглосуточными, так же и для новичков, я уверен. Вот, ну, короче, такой минимальный, да, вот, минимальные мои слова, касательно фонлайна, в плане фарма, в плане, вот, какой-то ностальгии, все очень нравится. Пока что только про иксы, пока что только про нирвану. Луну, не знаю, вроде никак не перелопатили, туда не ходил, но основной мест фарма в этом, как его, в 1.46 это иксы и нирвана. Луна второстепенная и не второстепенная, как бы, вот так вот. Вот, ребятки, скоро будут стримы, скоро будет 35 тысяч репутации. Ждите, я потею, хуярю там огурцов всяких. Вот, так что, всем до завтра.